С нами на связи Владимир Фисенко из Центра политических исследований ПЕНТа. Давайте с ним продолжим этот разговор. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Не буду ваше мнение спрашивать о каком-то психическом состоянии Путина, но тем не менее, вот ваши ощущения о вот этой вот речи? Ну, ничего сенсационного в этой речи, на мой взгляд, не прозвучало. Очень много тезисов, которые Путин использовал и раньше. Добрый вечер, фактически это риторика войны. Риторика войны даже не столько с Украиной, сколько с Западом. Вот Путин ведет войну с Западом. Воюя против Украины, он ведет войну с Западом. Вот все те пассажи из его речи, которые вы цитировали, это ведь тоже свидетельство его войны с Западом. На этих газопроводах тоже, он же как бывший спецслужбист, как бы это война спецопераций. Большой вопрос, правда, кто это действительно сделал. И то, что сделано это было накануне выступления Путина, ну, как-то это наводит на тревожное размышление. Путину как бы дали вот этот факт для использования. Вопрос, что он будет делать дальше. Потому что в очередной раз пассаж прозвучал о возможности использования ядерного оружия. И тоже в таком традиционном путинском стиле. Вот обратите внимание, не только в этой речи, но и во многих других предыдущих, Путин использует один и тот же риторический прием. Он обвиняет Запад и Украину в том, что делает сама Россия. Войну начала против Украины. Да, мы как раз об этом 10 минут назад вот с Виктором Шендеровичем говорили. Вы знаете, очень насколько тревожный, на ваш взгляд, симптом, то, что сегодня Путин отметил, что первые применили ядерное оружие США и произнес такую фразу. Так сказать, создали прецедент. Да, это очень тревожный пассаж, тревожный тезис, потому что это ведь не первый раз тоже. Путин любит подражать американцам. Как бы вот логика такая. Раз американцы это сделали, например, в Косово, а почему нам нельзя? Мы можем сделать точно так же. И вот в данном случае он тоже ссылается, что, мол, американцы создали прецедент, намек на то, что Россия может это повторить с такими же целями, с целями устрашения военного противника. Вот это действительно очень тревожная ситуация. Это сигнал Западу, что Путина, пока он не пошел на ядерную авантюру, надо остановить. И остановить его можно только языком силы. Это единственный язык, который он понимает. Сейчас буквально прозвучало несколько минут назад заявление генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга. Я не знаю, слышали ли вы его или нет, но я буквально несколько тезисов зачитаю. Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО. НАТО осуждает присвоение украинских территорий России. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – это Украина. Если Россия прекратит воевать, не будет войны. Россию ждут серьезные последствия, если она применит ядерное оружие. Это самая большая аннексия территории Европы со времен Второй мировой войны. На ваш взгляд, это дежурные тезисы или можно сейчас что-то от НАТО ожидать? К сожалению, это достаточно дежурные тезисы. И это, скорее даже, ответ уже не Путину, а Зеленскому. Ведь Зеленский предложил подачи заявки на членство в НАТО, он предложил сделать нестандартный и решительный шаг. Надо Путину показать, что его не боятся. Что Украина через начало, ведь не обязательно принимать именно сейчас, через начало процедуры вступления в НАТО, она получает гарантии безопасности. Обсуждение этих гарантий безопасности даже до момента вступления – это вопрос формы согласования, но это было бы, на мой взгляд, достаточно весомым ответом Путину. Можно угрожать серьезными последствиями, ответными действиями, но нужны достаточно конкретные действия уже сейчас. В этом плане ответ Столтенберга, к сожалению, слабый. Я понимаю, что проблема в том, что в НАТО действует принцип консенсуса. Надо согласовывать, состыковывать это решение. Конечно, многие члены НАТО боятся прямого военного конфликта с Россией. Это главная причина вот такого заявления Столтенберга. Но я думаю, что можно и нужно сделать хотя бы заявление о том, что Украина имеет перспективу членства в НАТО, не дожидаясь каких-то длительных переходных процедур. И это может произойти после окончания войны. Вот такого рода заявления они тоже могут иметь сдерживающий характер, потому что Путина надо останавливать конкретными действиями, а не просто словами. Но вряд ли для Запада, и в частности для блока НАТО, то, что сегодня произошло, было таким неприятным сюрпризом. Скорее всего, все понимали, что к этому дело идет. Тут вопрос был только, наверное, дней, когда это будет. Мы с вами, помните, разговаривали буквально несколько дней назад. Вы сказали, что Путин сделает себе такой подарок ко дню рождения. Ну, собственно, вот через неделю, день рождения, он его уже, можно сказать, что и сделал. А что же, на ваш взгляд, будет дальше? Сейчас действительно такой возник вопрос у нас в беседе с Виктором Шандеровичем. А что будет с людьми, которые фактически заложники теперь на этих территориях? Ну, люди остаются заложниками. Что будет дальше, достаточно очевидно. Кстати, обращу внимание на интересный такой сюжет. Путин в своих действиях и заявлениях становится все более предсказуемым. Вот раньше, действительно, Путин многих удивлял какими-то неожиданными действиями, делал неприятные сюрпризы. Это был такой фирменный стиль Путина. А сейчас вот, в принципе, решение и заявление достаточно ожидаемое и прогнозируемое. Как это объясняется, на ваш взгляд? Ну, я думаю, стареет Путин, стареет, теряет форму. И сейчас вот второй важный момент. Он оказывается в ловушке. В социологии и политологии есть такое понятие воронка причинности. Вот он вынужден сейчас делать шаги уже в жесткой логике. У него пространство для маневра сужается. Беда в том, что у него через некоторое время, сейчас понятно, он будет эскалировать эту войну, проводит мобилизацию для эскалации войны, будет пытаться решить свои политические военные задачи сугубо военным путем. Но останется в руках через некоторое время только один инструмент – ядерное оружие. И вот это главная опасность для всех. Но украинская армия сегодня показала, как она будет действовать. Несмотря на заявление Путина. Украина сегодня окружила военную группировку, достаточно большую, в районе Лимана. Это, кстати, Донецкая область. Аннексируемая территория. Так вот, украинская армия показывает, и украинское руководство тоже, что несмотря на все заявления Путина, Украина будет освобождать и далее украинские территории, которые оккупированы Россией. Это только вопрос времени. Это будет делаться пошагово и уже делается, в том числе в Донецкой области. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Фисенко, руководитель Центра политических прикладных исследований ПЕНТА, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова